С 15 октября по 14 ноября на всей территории России проходит всероссийская перепись населения. Это традиционная статистическая процедура, и многие вопросы переписных листов давно уже стали привычными и повторяются при каждой новой переписи. Дорогие сахалинцы и куличане, спустя 11 лет в нашей стране снова проходит перепись населения. Это масштабное событие во многом определяет будущее России, каждого из нас. И очень важно, чтобы мы с вами приняли в нем активное участие. Впервые сделать это можно в цифровом формате. Достаточно зайти на портал госуслуг и ответить на несколько вопросов. Это займет около 15 минут вашего времени. При этом результаты переписи будут приносить пользу еще долгие годы. Опираясь на них, мы сможем принимать важные решения при реализации значимых социальных программ, развития городов и сел. Получить подробную информацию о переписи можно по телефону горячей линии. В дополнение к федеральному мы запустили свой колл-центр. Он работает на базе Сахалинского молодежного ресурсного центра. Волонтеры готовы ответить на все ваши вопросы. Перепись продлится до 14 ноября. Успейте принять участие. Никаких документов при опросе предъявлять не нужно. Вся информация записывается со слов опрашиваемого. Вся территория района разделена на счетные участки, которые объединены в переписные. За каждым счетным участком закреплен переписчик. Перепись должны пройти все те, кто постоянно обычно проживает на территории Российской Федерации, включая временно отсутствующих, а также лиц, временно находящихся на территории России, но постоянно проживают за границей. Место обычного жительства – это место, в котором человек проводит ежесуточно большую часть своего ночного времени. Это место может совпадать или не совпадать с адресом, по которому человек зарегистрирован, то есть прописан. Я еще раз хочу пояснить, что переписчик переписывает именно помещение, в котором на 1 октября находилось население. Прописка здесь роли никакой не играет. В Невельском районе создано 28 счетных участков и 5 переписных. Пройти перепись можно тремя способами. Первый – через портал Госуслуг в личном кабинете. Этой возможностью можно воспользоваться с 15 октября по 8 ноября. Второй – прийти самостоятельно на переписной участок или в МФЦ. И третий способ – дождаться переписчика при посещении им жилого помещения. Хочу также сказать, что результаты переписи не будут передаваться ни в налоговую службу, ни в пенсионный фонд, ни в другие ведомства. Поэтому здесь бояться нечего. Но если даже кто-то очень сильно сомневается, вы можете не называть фамилию, вы можете назвать только имя, можете назвать только отчество. Можете вообще сказать, записаться под номером 1, 2 и 3 и перечислить своих всех домочадцев, которые проживают вместе с вами. Принять участие в переписи – это обязанность каждого из нас. Важным является, что анкеты анонимны. Предъявлять паспорт, другие документы не нужно. Вся полученная информация будет использована только для общих итогов, а не для сведения о конкретных людях. Один представитель жилого помещения может заполнить данные на себя и на остальных членов своего домохозяйства. Что и нужно сделать. Потому что вот сейчас столкнулись мы с тем, что кто проходит на госуслугах перепись, переписывают себя, а членов домохозяйства не записывают. То есть мы уже в районе теряем этих людей, так как после госуслуг мы уже поправить ничего не можем. Информация ушла, загрузилась в Росстат и все. И это помещение уже для нас закрыто. Именно на основе статистических данных формируется экономическая, социальная, материальная и общественная жизнь каждого отдельно взятого жителя страны. Уважаемые жители Невельского района, проявите активность и примите участие в переписи населения. Елена Стрелкова, Александр Трунин, Невельские новости.